В этом году традиционная рождественская гонка, которую проводит АвтоВАЗ, проходит уже в 23-й раз. Дата не круглая, не юбилейная, но даже несмотря на это, сегодняшнее соревнование особенное. Ведь именно в этом году Лада празднует сразу два важных события. 50 лет легендарной копейки и 50 лет с момента образования Лада Спорт. Погода на крещение выдалась весеннее, но благодаря стараниям организаторов трассу все же удалось покрыть тонким слоем льда. Как и в прошлом году, гонка проходила на седанах Лада Веста с мотором, форсированным до 170 сил. Правда, на этот раз машины обули в другую, более широкую резину. Это традиционное мероприятие, открывающее гоночный сезон в России. На 23-ю рождественскую гонку мы собрали лучших пилотов в своих категориях, и они соревнуются на одних машинах на ледяной трассе. В соревновании приняли участие 16 автогонщиков. В их числе оказались пилоты программы СМП Рейсинг Виталий Петров и Кирилл Ладыгин. У Петрова гонка не задалась, а вот Ладыгин, выиграв 7 поединков, забрал серебряную ладью в седьмой раз. Чуть-чуть не повезло, в первой сессии взорвался мотор. Ну, техника бывает, ничего страшного. И скажу, что не разобрался досконально, как правильно вот эта вот новая широкая резина от Пирелли работает. Она шире, чем Мишлен. Необычная резина, она работает по-другому в повороте. Но если смотреть на время круга, то в этом году мы едем быстрее и даже поставили рекорд трассы. Поэтому я считаю, что это колесо уже себя показало. Помимо Кирилла Ладыгина на подиум поднялись Михаил Митяев и Егор Санин. А вот Дмитрий Брагин, в прошлом трижды побеждавший в гонке чемпионов, оказался лишь десятым.